Голубей покормили, теперь идемте в городской парк. Нет, теперь майский. А я хочу мороженое и лимонадо. Куда же мы все-таки пойдем? Алло, Тань. Алло, Катя. Да, это я. Ты всегда мечтал работать на телевидении. Вот у тебя есть прекрасная возможность проявить себя. Предлагаю снять сюжет. Сможете? Конечно, сможем. Как я рада, что есть такие ответственные молодые люди. Сейчас мы вместе будем делать инструкцию о том, что же такое школьная форма 2013. Привет, Блоковещенск. Меня зовут Катя. Я буду вести инструкцию по применению. Мне будут помогать Саша и Ариша. Сегодня я расскажу, как модно одеться на 1 сентября. Так, все, ребята, работаем. Все новое, хорошо забытое, старое. Это в полной мере можно отнести к школьной форме, которая до недавнего времени была незаслуженно забыта. В наши дни традиция на школьную форму получила второе дыхание. Катя, у вас все хорошо? Да. Скажи, пожалуйста, а вы интервью записали? Нет, не записали. Но сейчас все запишем. Александра, что сейчас модно в детской школьной форме? Ну что, Кать, я все-таки посоветую придерживаться классического стиля в одежде. Это темный низ, светлый верх. Например, такие цвета, как черный, синий, серый и какая-то белая блузка. Девочкам в этом плане повезло гораздо больше. Их одежда больше декорирована. Какими-то рюшами, какими-то бантиками, пуговички в виде сердечек или каких-то стразин. У мальчишек более строгое – жилет, рубашка, брюки, пиджаки. Школьная одежда – это первая профессиональная одежда наших детей. Поэтому к ее выбору надо подойти крайне серьезно и ответственно. Ведь от этого во многом зависят успехи ребенка в учебе. А теперь для вас ответственное задание. Выяснить, чем же все-таки отличается школьная форма нового сезона. Ариша Натаня дала задание. Посмотреть, что нового появилось в школьной форме для девочек. Итак, для костюмов, блузок и рубашек выбираются только натуральные ткани высокого качества. Твит, хлопок, габардин, плюс легкие воздушные прозрачные материалы, к примеру, шифон и кружева, которые добавят романтичности в образы. Я рада, что вам весело, но времени мало, а сюжет готов лишь наполовину. В этом году дизайнеры подготовили для нас очень много сюрпризов. На белых вузках хрюшечки, подвески в виде сердечек, домиков и цветочков. Психологи давно подметили, что надевая униформы, ребенок больше настроен на процесс обучения. Но даже если ребенок учится хорошо и с удовольствием, все равно он с нетерпением ждет, когда же прозвенит звонок с урока. Саша, что для тебя самое главное в одежде? Это чтобы сидеть удобно мне за партой и на перемене бегать и прыгать. А это значит, что школьная форма для мальчиков должна выдержать и акробатические этюды на полу, и мелкие потасовки с одноклассниками, а для мамы главное, чтобы она была практична в уходе. В форме сын или дочь будут проводить много времени, с ней будут ассоциироваться школа, а значит учеба вообще. Именно поэтому форма должна быть такой, которая нравится, идет, комфортно и вызывает положительные эмоции. Эту инструкцию подготовили для вас Арина, Саша, Катя. Руководила съемочным процессом Татьяна, дежурная по рубрике.